Но речь идёт именно о мирном использовании атомной энергии, а не о создании ядерного оружия. И это наша чёткая позиция, которая ничем по этому поводу не отличается от позиций других ответственных стран, в том числе Соединённых Штатов Америки. И об этом я вчера сказал Бараку Обаме. Третье. Я не считаю, что санкции – это лучший способ добиваться результата. В отношении Ирана санкции применялись неоднократно. Однако мы всё равно говорим о том, что у нас есть всякого рода сомнения по поводу того, что делается в Иране по этому поводу. Тем не менее, если исчерпаны все возможности влияния на ситуацию, можно использовать и международно-правовые санкции. Это, в общем-то, достаточно обычный путь. Не говорю о его эффективности, но иногда это необходимо делать. Поэтому я считаю, что мы должны совместно с Соединёнными Штатами Америки, с другими странами продолжить создание позитивных стимулов для Ирана, чтобы он занимался мирными исследованиями в области ядерной энергии, в то же время подталкивая его к тому, чтобы все его программы были бы открытыми, а не волновали бы весь Ближний Восток и весь свет. И это как бы главное направление движения. Но если у нас не получится, тогда будем говорить о другом. Господин президент, одним из приоритетных направлений вашей политики является развитие образования. Как вы планируете развивать сотрудничество России и Соединённых Штатов Америки в сфере образования и в сфере поддержки молодых специалистов? Ведь не секрет, что в условиях кризиса им всё труднее и труднее найти работу после окончания вузов. Спасибо. Я уже начал развивать сотрудничество в области образования между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки. Вот прямо сейчас этим занимаюсь. И я намерен это делать и дальше. Что же касается ситуации, которая сложилась в настоящий момент, конечно, она далеко не самая благоприятная для выпускников университетов и в России, и в Соединённых Штатах, и в других странах. Хотя я бы не драматизировал ситуацию. Кризис всё равно пройдёт. Мы уже чувствуем, что наступают лучшие времена. И в России, и в Соединённых Штатах уже начинает отрастать экономика. Поэтому я не думаю, что ситуация абсолютно драматична. Но если говорить, например, о ситуации в России, то несколько месяцев назад по моей инициативе было принято несколько решений, касающихся судьбы выпускников. Это и создание новых рабочих мест, и изменение законодательства, касающееся возможности учреждать при университетах специальные небольшие фирмы, небольшие компании, где бы трудились выпускники. Более того, я вынужден был специально продавить этот закон, если говорить прямо, через наш парламент, через Государственную Думу, потому что он не успел принять его. Я надеюсь, что вот как раз сейчас, в сентябре, будут созданы эти первые структуры, где смогут работать выпускники. Покроет ли это все проблемы? Наверное, нет. Но нужно обязательно всё-таки создавать такого рода новые рабочие места. Ну а развитие образовательных программ, развитие контактов в области образования между Россией и Америкой. Мне кажется, что ваш университет – это наглядная демонстрация того, что может быть. У вас работает значительное число преподавателей, имеющих российские корни или российское гражданство. Я уж не говорю про более отдалённую историю, не вспоминаю Зворыкина или кого-то другого. Значит, и в университете учится довольно большое количество студентов из России. Мне, конечно, это очень приятно. И это было, откровенно говоря, одной из побудительных причин, побудительных мотивов, почему я решил встретиться именно с вами. Сюда надо посмотреть. Пожалуйста. Господин президент, какие отношения вы хотите между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией через пять лет? Я хочу, чтобы они были лучше, чем сегодня. Хотя уже сегодня они лучше, чем были вчера. Я не шучу, на самом деле, потому что ещё где-то год назад, я вам скажу откровенно, у меня было ощущение, что наши отношения зашли в тупик, что они почти скатились к уровню холодной войны. Я не хочу никого обвинять, перекладывать ответственность на предыдущую администрацию Соединённых Штатов, но моя позиция заключается в том, что мы уж точно этого не хотели. Теперь уже не имеет значения, что было, хотя помнить всегда нужно. Но важно сделать так, чтобы количество расхождений между нашими странами и между нашими политиками уменьшалось. Я говорил об этом неоднократно, скажу и вам. Мне в целом весьма комфортно общаться с действующим президентом США. И здесь несколько причин. Во-первых, мы люди одного поколения. У нас одинаковое образование. При этом я говорил об этом в тот период, когда я учился в аспирантуре. Я даже читал юридические обозрения, которые в тот период как раз редактировал Барак Обама. То есть это на самом деле интересный момент. Я, конечно, не знал, что он их редактирует. Знал бы, может, читал внимательнее. Но, тем не менее, это любопытно. И вот эти мировоззренческие вещи, они, мне кажется, имеют значение. Но еще более важно то, что, когда, например, я сегодня общаюсь с президентом США, у меня такое ощущение, что он внимательно слушает доводы собеседника. Он не выдает готовые рецепты, он не выступает как ментор. А это не очень здорово. Кто бы ты ни был президент очень маленькой страны или президент Соединенных Штатов Америки, менторство никого не украшает. А вот этого качества у него нет. И, мне кажется, поэтому к нему испытывают симпатию большое количество людей не только здесь, в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах мира. И поэтому ему сегодня удается некоторые вещи, которые не удавались раньше. Поэтому, если говорить вот о такой персональной вещи, то, мне кажется, если отношения между руководителями стран будут вот такими, как сейчас, то тогда нам проще будет выстроить добрые отношения на будущее. Нужна искренность, нужно желание слушать партнера. Я не рассуждал на эту тему, но, тем не менее, все равно скажу. Недавнее решение, которое было принято президентом Соединенных Штатов по отказу от создания третьего позиционного района противоракетной обороны в Европе, это, конечно, решение, которое продиктовано его представлениями о защите интересов Соединенных Штатов Америки. Это не про российское, не про китайское или не про европейское решение. Это американское решение. Но очень важно то, что в процессе его принятия Барак Обама все-таки слушал то, что ему говорил я, видимо, анализировал. И это тоже было одним из моментов, на основании которого было принято это решение. Это означает, что мы учимся друг друга слушать. Мне кажется, это крайне важно, даже по таким тонким, щепетильным вопросам, как внутренняя безопасность. И иногда необходимо принимать решения, которые требуют мужества. А вот я считаю, что такие решения – это мужественные решения. Изменить решения предыдущей администрации, касающиеся не внутренней, а внешней политики – это сложное решение. Я пытался поставить себя на его место, и хочу сказать, что это было бы очень непростое решение. Уже одно это, мне кажется, заслуживает уважения. Я не знаю, что будет дальше, и никто, наверное, не знает. Может быть, наверху знают. Но в любом случае, если мы будем так внимательно отраситься друг к другу, у наших отношений хорошее будущее. Дмитрий Анатольевич, меня зовут Алина, я президент русского клуба студентов ПИТа. У нас есть много ребят, которые интересуются Россией, могут говорить по-русски и имеют русские корни. И у нас целых три русских магазина в Петербурге. Хорошо, будут посетить хотя бы один.